здравствуйте друзья здравствуйте небесные пирожки здравствуйте возлюбленные я очень рад сегодня что мы снова проведем время в этом уроке у нас сегодня будет бомбическая тема которую если честно я бы эту тему разбил бы на целую школу мы будем говорить сегодня за перемещение в духе халлюя друзья конечно эта тема огромнейшая огромнейшая если не скажу основные принципы ну вот и конечно мы поговорим и за перемещение в теле не сегодня не в этом уроке сегодня мы будем говорить за перемещение в духе потому что забегая вперед я скажу что от того насколько ты усвоишь вообще тему перемещения в духе будет зависеть это насколько ты дойдешь вообще до того чтобы перемещаться в теле друзья скажу сразу что явного перемещения в теле я не переживал вот но перемещение в духе со мной случалось и причем я был научен как это делать сознательно сейчас я практикуюсь в тех вещах когда ты переносишься в духе чтобы что-то делать на что-то влиять и что-то производить и есть определенный опыт классный есть определенный успех в некоторых вопросах связанных с этим перемещением вообще на самом деле это не сложно прежде чем конечно же начинать нашу тему я хочу чтобы мы помолились чтобы мы обнаружили себя в замечательном присутствии божьем вспомнили что наши глаза они постоянно видят нашего отца из-за чего у нас внутри происходят побуждения те или иные я уже чувствую как дух течет по мне и также мы должны вспомнить о том что мы непосредственно в его присутствии мы должны почувствовать это как поток течет через наши порталы и друзья я еще хочу сказать одну вещь при сейчас мы от молимся мы уже в молитве мы уже течем вы чувствуете это да знаете однажды иисус он в откровении он сказал одному своему слуге он говорит я открыл дверь и никто не может ее затворить я открыл перед тобой дверь и никто не может ее затворить и вы знаете что это за дверь вообще вообще эта дверь это сам вот этот человек сам вот эта личность иными словами иисус бы мог ему сказать я открыл тебя и никто не может закрыть тебя потому что каждый человек вы помните он мало того что он дверь он еще и входящий выходящий и когда иисус тебя открыл когда сын божий тебя открыл когда ты есть вот эта открытая дверь есть еще павел говорит передо мной открыта широкая дверь и противников много и мне хочется сказать а где эта дверь была в какой местности вот как ну знаете куда входил и выходил павел друзья это двери был сам павел и он был действительно широкой дверью через которую вошли тысячи тысячи миллионы людей и если вы спросите где находилась эта дверь которая была открыта перед павлом то удивительным образом вы обнаружите что эта дверь была всегда там где находился павел то есть она не было ему не надо было куда-то идти чтоб через эту дверь ходить или что-то там воображать он и был этой дверью вот это то о чем говорится шар сын божий он открыл сын божий он есть это открытие двери и поэтому ты дверь через тебя течет божья слава поднимая всю землю под тобой растекаясь познанием благоуханием очень важно это осознавать друзья потому что тысячи людей уже через то что мы во что мы их погружаем переживают это давайте сейчас помолимся отец я благодарю тебя я благодарю тебя те что прямо сейчас слава божья она наполняет этот эфир я благодарю тебя что эта слава нас захватывает в твое в прозрение в просвещение духа каждого кто это слышит каждого кто это принимает я благодарю тебя что ты прямо сейчас обнаруживаешь эти двери открытыми как ты сказал я открыл эти двери никто не может закрыть это никто не может закрыть я благодарю тебя отец за то что слава твоя течет через каждого через каждого сейчас сейчас я благодарю тебя что этот поток нескончаемый ощутимый поток он наполняет тело он наполняет душу он наполняет сознание он наполняет дух каждого человека и круг жизни я благодарю тебя отец благодарю тебя я благодарю тебя что через этот поток материализовывается в жизни каждого человека все самое лучшее во имя иисуса через этот поток воплощается здоровье через этот поток воплощаются преуспевание через этот поток воплощается самое лучшее в личной жизни через этот поток приходят все твои богатства через этот поток зеленеющий лист на каждом дереве через этот поток корни питаются живительной силой твоей я прямо сейчас вижу какой то есть помазание на исцеление вот реально я вижу исцеляющая сила она движется прямо сейчас я вижу такой сейчас образ как будто руки ветви да вот они наполняются этой силой возможно ты можешь чувствовать сейчас как по твоим рукам течет эта сила исцеляются руки кисти суставы сейчас прямо вижу зубы зубы у кого-то исцеляются во имя иисуса прямо силой наполняются ткани зубные эмаль восстанавливается корни восстанавливаются кариес уходит во имя иисуса это сила жизни это диктатура жизни это диктатура жизни прямо сейчас в твои кости в твои ткани в твои глаза отец я благодарю тебя за этот поток огонь божий прямо сейчас приходит из этого потока огонь божий прямо сейчас сжигает все что не отец насадил я вижу сейчас идет как испепеление всяких кист опухолей солей жировых отложений прямо огонь ты можешь чувствовать как жар приходит отец я благодарю тебя благодарю тебя благодарю тебя прямо сейчас разрушается всякая демоническая активность в твоем разуме в твоем сознании всякое давление которое на тебя давление которое на тебя оказывается она сейчас просто разбивается отец я благодарю тебя благодарю тебя благодарю тебя сила божья течет по тебе сила божья течет по тебе сила божья течет по тебе вижу как будто почки сзади почки 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 исцеляются почки прямо сейчас фифуть в этом потоке сейчас быть в этом потоке чита глаза щас открываются глаза открывать а кто-то в этом уроке переживет впервые ведение созерцание увидите ангелов поэтому что глаза открываются прямо сейчас я молюсь за разум я молюсь за разум сейчас просто положи руку на свою голову сейчас, на глаза, на голову, Божий Сын сейчас будет голосом своим просто выбивать из твоего разума всякие твердыни, и это оружие сильное Богом, сильное голосом Сына воскресить все мертвое, прямо сейчас оживают все умирающие клетки в головном мозге, очищаются кровь и сосуды головного мозга, прямо сейчас свет, ты можешь видеть свет сейчас в своем сознании, это свет Божий проникает прямо в твое сознание, в твое мышление, сегодня открывать будет тебе свои богатства, свою силу, будет открывать тебе кто ты, Отец, я благодарю тебя за то, что сознание сейчас освобождается, разум освобождается, уходят всякие психические отклонения, уходит аутизм, уходит шизофрения во имя Иисуса, уходят панические атаки именем Иисуса, Сын Божий говорит, уходят панические атаки, сглаживается память панических атак, нет больше панических атак, Отец, я благодарю тебя, что твои молнии, что твой огонь, они сжигают всякую проблему в головном мозге, в сознании, в мышлении, что ты наше оружие сильное для сокрушения всякой твердыни, я высвобождаю сейчас помазание, головной мозг кристаллизируется в соответствии с Всевышним Божьим замыслом, ты возжигаешь светильник разума, Отец, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, прямо здесь на небесах, ты утираешь всякую слезу, нет уже ни горя, ни болезни, ни вопля и ничего нечистого, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, слава, слава, слава тебе, Алилюя, скажи со мной слава, слава, почувствуй, как прямо из груди у тебя течет это помазание, скажи слава, 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 давай еще несколько мгновений поразмышляем о том, кто мы. Скажи прямо из сердцевины своей, не напрягаясь, а просто осознаваясь, скажи, я божественный. Я божество от божества. Я небесный от небесного. Сущий от сущего. Свет от света. Помазание от помазания. Дыхание от дыхания. Радость от радости. Отец, спасибо Тебе за это зеркало славы. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Спасибо, Господь. Халилюя. Какое сладкое у нас всегда течение. Вы заметили, что просто хочется не вылазить из него. Друзья, зеркало славы. Друзья, зеркало славы. Это обязательно упражнение. Я вас очень прошу, всегда его делайте. Благодаря тому, что вот это происходит, сотни свидетельств, десятки всяких разных-разных переживаний нам присылают люди, которые практикуют это. Знаете, можно прослушать эти уроки, можно прослушать эти истины и вообще остаться в стороне. Иаков нас учит, да, он говорит, будьте исполнителями, не только слушателями. Что такое исполнитель? Это воплотитель. Пускай слово исполнение тебя не смущает, это не диктат закона. Воплощай все, что слышишь. У тебя реально прорыв будет. Друзья, и тем, кто еще по какой-то причине не переживает, вот говорите, я не переживаю. Я напоминаю, что есть причины. Причина первая, это сравнивать себя с другими. С одной стороны, вы когда читаете чьи-то свидетельства, вы говорите, я хочу так же, и это хорошо. Но с другой стороны, если у вас не происходит, как у них, это не значит, что у вас вообще ничего не происходит. Когда вы говорите, у меня ничего нет, то будет еще хуже и хуже. Всегда почитайте, закон почитания включайте, я радостный, эмоции есть. Все, и ваш мозг будет привыкать к почитанию, к тому, что есть, и будет пропускать это наружу. Если вы будете говорить нету, то он все будет происходить с точностью, да наоборот. Потому что говорить нету, вы помните, это умничать. Это умничать. Хорошо. Итак, друзья, перемещение в духе, скажи, перемещение в духе. Смотрите, дорогие. Неспроста в нашем курсе была самая первая тема, это закон почитания. Потому что это базовая тема, которая будет идти сквозь все темы. И сегодняшняя тема, она снова потребует у нас возврата и обновления в памяти, что за закон почитания. То есть он будет, мы будем востребовать все, что этот закон предоставляет в наше распоряжение, мы будем востребовать для этой темы. Это круто. Смотрите, друзья, для того, чтобы перемещаться в духе, вот я скажу по-простому, у нас все уроки, они простые. Чтобы перемещаться в духе, нужно понимать, что ты дух. Да, нужно понимать, что ты дух. И у духа есть свойства. Мы уже чуть-чуть затрагивали это. И у духа есть свойства. Например, мы говорили за духовные субстанции. Скажите, какая субстанция, если так можно сказать, духа, отвечает за перемещение? Любая. Ну, например, вода течет, течет. Но у воды есть своя скорость, у воды есть свой маршрут и свое расстояние. Иногда оно пойдет, а иногда не пойдет. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Скажите, огонь перемещается? Ну, тоже перемещается. Что-то горит, иногда он быстро перемещается, иногда медленно. И у него тоже есть своя география действий. Следующее. Масло. Оно перемещается? Да, оно течет. Но оно течет медленно и вообще недалеко, если так можно сказать. И так далее. Смотрите, что отвечает за перемещение? Самое быстрое и самое дальнее, географически дальнее. Что? Ветер. Сечете, к чему я подвожу? Вы можете сказать, ну, это какая-то вообще образная политика. Друзья, это вообще не образно. Все, что я сейчас перечислил, это свойства Святого Духа, вообще-то. Он для того, чтобы каким-то образом действовать в той или иной ситуации, принимает свойства определенной субстанции. Я уже об этом учил. В том числе съедобной, которую надо поглощать, во что-то преобразовываться, одеваться. Это в помощь в прежние уроки. Сегодня мы говорим за перемещение. Если ты хочешь понимать, что тебе нужно перемещаться как Дух. Знаете, вот когда мы говорим в Духе, мы и так в Духе. Мы как сыны всегда в Святом Духе. Потому что мы Духом крещены в одно тело. То есть мы находимся, если так можно сказать, в Духовном теле Иисуса. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что тебе для того, чтобы перемещаться, вот как мы говорим, поклоняться в Духе. Что это означает? Поклоняться в Духе. Поклоняться в Духе – это поклоняться Духом. Духом поклоняться. И когда ты понимаешь, что ты Дух, когда ты понимаешь, что ты Дух, ты должен знать четко, что у тебя есть определенные свойства, как я говорил. Повари сейчас эту мысль, вот буквально, минуточку. Что ты Дух. Побудь со мной сейчас, побудь со мной в этом размышлении. Ты Дух. У тебя есть Душа. Ты живешь в теле, но ты Дух. Я чуть-чуть упомяну такой момент, друзья. Смотрите, когда вы родились выше, Библия говорит, что мы имеем начаток Духа. Когда мы имеем начаток Духа, то мы сами внутри себя стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Это означает, что у человека вообще есть такие состояния. Первое состояние. Я еще чувствую себя как Душа, почти как Адам первый, но у меня есть уже Дух. Лучшее состояние, это когда я уже знаю, что я Дух и у меня есть Душа. Понимаете? Есть еще более лучшее состояние, это когда вот написано, что мы получаем искупленное тело. Что это означает? Оно уже искупленное, но ты ощущаешь это. То есть это будет наша следующая тема, состояние вне тела, в теле. Это означает, что когда твой Дух, он выступает доминантом даже по сравнению с телом. То есть не Дух уже живет в теле, а тело живет в Духе. Вот это огонь вообще. Но это следующая тема. Смотрите. И написано, что когда человек имеет начаток Духа, то есть больше осознает себя как Душа, но говорит, мой Дух, мой Дух, то он написано стинает внутри. Потому что всегда Дух хочет захватить все. И почему он стинает? Ну это выглядит как вот Лот, да, написано. Он, будучи праведником, в душе праведной своей мучился, глядя на дела беззаконные. То есть, по сути дела говоря, рожденный свыше человек, имея начаток Духа, он стинает не хуже твари, стинающей. А даже еще и хуже. Почему? Потому что тварь, она стинает в ожидании откровения сынов. Да, то есть она многих вещей не видит. Не осознает, в каком ужасе она живет. То рожденный свыше человек, он видит, ну, плачевное состояние людей, и от этого может стинать еще больше. Поэтому всегда Отец нас ведет к тому, вот это касается нашей темы, Отец нас ведет к тому, чтобы мы осознавали себя Духом. Вот для этого все наши предыдущие темы, вот это, каков Небесный, таковы Небесный, Я Дух Животворящий. Я вас натаскиваю на это для того, чтобы у вас эта идентификация, как ее любят называть, чтобы у вас это отождествление, используя в том числе многочисленные образы, такие как Древо Жизни. Ну или там, вы кого смущает, вот, друзья, Древо Жизни, можете просто говорить «зеленеющее дерево», Иисус себя так называл. Но в душе своей знайте, что «зеленеющее дерево» — это Древо Жизни. Вот. Портал, храм, врата славы, то есть мы специально используем эти небесные образы для того, чтобы что? Ощущать себя, не просто идею иметь. Это как с духом, начатком духа. Если у тебя только есть идея, то ты еще будешь мучиться в ожидании, что идея во что-то вырастет. Как только идея превращается в состояние, вот, ты вдруг чувствуешь, что вместо мучений, на смену мучений приходит что? Эйфория. А когда ты еще вместо того, что идея тебя захватывает, начинаешь переживать, что ты уже в этом живешь, то вместо разовых эйфорий у тебя начинается реальная, ощутимая, небесная жизнь. И ты, получается, каков небесный, таковы и небесные. Теперь, все это я говорю для того, чтобы ты, прежде чем будем говорить вот за эти перемещения, усвоил эту мысль. Ты дух. Запомни, мой друг, если ты все еще ощущаешь, что у тебя есть дух, ну, вот такие, так называемые, путешествия духовные, они становятся для тебя невозможными. Потому что нигде не написано, что душа, например, дышит, где хочет. Дух дышит, где хочет. Давайте теперь чуть-чуть вот это место возьмем, чтобы понять. Нигде не написано, что масло дышит, где хочет. Хотя масло – это тоже проявление духа, но это о другом. В некоторых переводах написано «дух дышит, где хочет», написано «ветер дует», «ветер веет» где угодно, да. Там еще, кстати, написано «и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Все это люди обычно приписывают Святому Духу. Они говорят, вот это говорится о Святом Духе, что Святой Дух, он дышит, где хочет, и голос его слышишь. И я не понимаю, откуда такой вывод. Там конкретно написано «дух», «пневма», там не написано «руах», ну, написано «дух». Вообще, как бы, друзья, любой дух, любой дух. Дух дышит, где хочет, как ветер. И голос его слышишь, не знаешь, куда уходит и откуда приходит. И теперь, внимание, Иисус говорит, внимание, «так бывает со всяким рожденным свыше». Как бывает? Ну, кто-то говорит, так бывает, имеется в виду, что голос его слышит. Вот так бывает с рожденным свыше. Но я вам сегодня говорю, что и про голос правильно, и про то, что Дух рожденного свыше человека дышит, где хочет. Иными словами, когда ты начинаешь себя осознавать, что ты Дух, ты свободен перемещаться, говорить, и даже Библия говорит, что ты будешь так говорить, что тебя будут слышать. Теперь, ну, давайте вот про это говорить. Например, апостол Павел говорит, что он служит Господу Духом Своим. Это означает, что если апостол Павел хочет кому-то что-то говорить, ну, и голос его слышит. Вот можно услышать голос Духа Павла. Так нам другой голос-то и не надо. Нам нужен голос Духа, того же Павла, соединенного со Святым Духом. Он же один, одно с ним, как и ты. Ты один, Дух с Господом, и Павел один, Дух с Господом. Кстати, это также относится непосредственно к перемещению в Духе. То есть ты не путешествуешь независимо от Святого Духа. Вы с ним одно. Как он может перемещаться, ты можешь перемещаться. То есть, понимаете, соединен твой Дух с Богом. Кстати, это тоже отвечает на вопрос, когда люди иногда говорят, что ты там можешь залететь на какую-то демоническую территорию. Либо ты там куда-то не туда, там самовольно, своевольно. Друзья, вообще, о чем речь идет? Святой Дух говорит через своего Сына, что Дух дышит где хочет. Ты соединен с Ним, ты одно с Ним. Ты по определению, даже если бы ты хотел что-то такое делать, твой Дух, будучи соединенный с Господним, это только кажется теоретически, что так просто твой Дух может куда-то забрести. Он никуда не забретет. Ты в его ладони. Ты с Ним одно. То есть, ну, по определению. Во-вторых, что касается территории, все царство Сына. Царство мира этого соделалось с царством Бога нашего. То есть, никаких дьявольских территорий вообще нет. Сказали, ну, дьявол же где-то обитает. Он может ходить где-то, как рыкающий лев, но это не значит, что это его территория. А вот там нам говорят над городом Дух территориальный. Ну, вот потому что они считают, что это Дух территориальный. А нам Библия говорит, что слава Господне полна вся земля. Куда ты становишься, там твоя земля. Там помазание, там стези твои источают дуб. Какие демонические территории? Ну, если только ты сошел с ума и решил в Духе сходить на какой-нибудь сатанинский шабаш, там поклоняться сатане, ну, я извиняюсь, это уже другая история. Итак, друзья, чтобы не путать, ты Дух, ты можешь дышать где хочешь, там могут слышать твой голос. Сечешь вообще? Какая у тебя вообще привилегия и власть вообще? И самое главное заключается в том, что так бывает с каждым, кто родился свыше. То есть, отец, представляете, он не видел тебя, как существо, заключенное в теле. Подумай над этим. Еще раз. Отец, он не видел тебя просто как дух, знаешь, или как начаток духа, который намертво заключен в теле, ограничен... Вот вы мне просто даже скажите, зачем тогда дух, если достаточно души, которая заключена в теле? Дух, вы представляете, что дух, он на то и дух, чтобы иметь возможности, выходящие за рамки души и тела. И эти возможности, это и есть перемещение, поток славы, исцеление, то есть все-все-все, дары. Точно так, как нужны дары, и душа не может воспроизвести дары. Точно так, душа не может произвести перемещение. Она призвана жить в теле. Точно так, дух, он для того и дух, чтобы иметь возможность перемещаться. И поэтому написано, дух дышит, где хочет. Надеюсь, вы это усвоили. Теперь, мы будем специально, целенаправленно обходить тему перемещения в теле, пока что мы потом ее обсудим. Смотрите, перемещение в духе. Я его разделил на две как бы части, на две функции. Или на две, ну да, давайте так, на две функции. Для чего это делать вообще? Вот кто-то может сказать, ну это перемещение, это баловство какое-то. Для чего это делать? Друзья, это очень надо. Очень надо. И это надо не просто для того, чтобы баловаться. Или смотрите-ка, что мы достигли. Мы перемещаемся. Во-первых, вы должны опустить, вот так скажу, опустить дивность этого явления. То есть, для некоторых людей это вау, там в духе перемещение, да это вообще потолок. Нет. Это необходимость для того, чтобы наводить свои порядки на этой земле. Вы мне просто скажите, ну, как вы думаете, Адаму предстояло управлять планетой? Ну, если он не мог перемещаться там в духе, например, да, или сверхъестественным образом, он как вообще-то, ногами ходил? Он должен был ногами обходить землю такую огромную и управлять? Нет. Отец предусматривал для него сверхъестественные способности. Кто-то говорит, что они у него уже были. Я утверждаю, что их у него не было. Но они должны были появиться у Адама тогда, когда он вкушал с древа жизни. Вот если бы он вкушал с него, сверхъестественные способности, они бы у него появлялись. Как и у нас. Когда мы вкушаем с древа жизни, они у нас появляются. Ну, проявляются, скажем так. И вот мы сегодня, что мы сейчас делаем? Вот что мы сейчас делаем? Друзья, мы сейчас вкушаем с древа жизни, чтобы наш дух проявился в способности перемещаться. Кто это древо жизни? Я. Я беру сейчас. И тебя плодами, те, которые выросли на мне, насыщаю. Ты прозреваешь к тому, что ты сможешь перемещаться. И ты будешь это делать. Точно так и ты древа жизни. Когда я уже не буду тебе сейчас кормить плоды, которые я сейчас тебе скармлю. Я думаю, что, друзья, вам сейчас нужно быть очень духовными. Я вам говорю такие вещи, что если у тебя нет пророческого восприятия, ты просто подумаешь, что это сумасшествие. Но это созерцательный курс, друзья. Если вам нужна библейская школа или богословская, вам в другое место. Поэтому смотри, я древо жизни сейчас кормлю тебе, даю тебе плоды для того, чтобы твои глаза открывались. И ты обрел себя в состоянии, в котором ты сможешь перемещаться в духе. Я чувствую, что уже с некоторыми из вас, пока я это говорю, происходит удивительное внутри изменение. Вы начинаете себя чувствовать больше духом, чем душой. Это очень круто. А когда я уже не буду вас учить, где вам брать такое древо жизни? Ты уже будешь его брать, произнося какие-то вещи сам. Помните, да? То есть кроткий язык – это древо жизни. И будешь уже насыщаться без меня. То есть я когда сказал, что древо жизни – это я, кто-то из вас сейчас сидит и подумал, все, вот он точно сошел с ума, дожился. Ты тоже древо жизни, друг мой, все нормально. Кроткий язык, он вкушает с древо жизни. Теперь я поделил перемещение. Давайте вот чуть-чуть переиначим. Мы сейчас будем говорить не перемещение в духе, а перемещение духом. Окей? Кто-то скажет, может, это не одно и то же. Одно и то же. Павел когда говорил, что отсутствие телом, но присутствуя духом. Он же не сказал присутствуя в духе. Потому что слово «в духе», оно некоторых вводит в какое-то заблуждение. Что это просто какое-то состояние. И на самом деле… Нет, давайте вот так, перемещаться духом. Вот, правильно. Не в духе, а духом. В духе это мы говорим для того, чтобы понять, что, конечно же, мы во святом духе, мы с ним одно, это все нормально. Теперь. Значит, две функции. Первое. Перемещение духом, присутствие и наблюдение. Это первое. То есть, вот присутствие и наблюдение. То есть, помните, вот как Павел говорит, отсутствие тел, но присутствуя духом и видя ваше устройство, говорит он одной церкви. Он не говорит, что он что-то будет делать. Это как духовная разведка. Помните, кто смотрел вот это? Ты просто входишь в это. Сейчас мы чуть-чуть дойдем, как это делается. Но ты ничего там не делаешь. Ты не пытаешься на что-то воздействовать. Ты просто смотришь, наблюдаешь и ощущаешь симптомы там присутствия. Можешь даже там звуки слышать, видеть, что люди делают. Ну, это один пункт. Второе, это действие. В другом месте Павел, например, говорит, что «Я решил в вашем собрании, общего с духом моим, предать негодяя сатане. Возмождение плоти». То есть, он говорит конкретно, что он в духе или духом придет в собрание. И когда все будут обсуждать эту ситуацию, он что? Примет участие, высвободит какие-то вещи. Высвободит там, ну, будем говорить, там проклятие определенное, да. Слова какие-то, которые, ну, человека погрузят в плачевное состояние для того, чтобы он пришел в себя по итогу. Итак, перемещение с двумя целями. Я сейчас пока за две говорю. Понятно, можно еще что-то напридумывать, но это основное. Перемещение духом для того, чтобы присутствовать и наблюдать. И перемещение духом для того, чтобы что-то сделать. То есть, миссия что-то сделать. Вот, друзья, я вам хочу сказать, что и то, и другое я в своей жизни переживал. В частности, по второму пункту, когда что-то сделать, я его везде рассказываю. Когда я приходил в духе к человеку и прямо говорил ему, приди в себя, вернись к отцу. И через короткое время, даже, ну, вообще через короткое, там, на следующий день, у человека радикально меняла жизнь. Причем он реально как будто в себя приходил. Ну, не как будто он приходил в себя. Переосмысливал свое состояние и сворачивал радикально, ну, в другую сторону. Для ходатайов, друзья, вот это. Это просто бомба. Каждый ходатай должен уметь это делать. Прийти, вот так сказать. И что происходит? Я вот как-то со второго пункта начал, да. Что происходит? Написано, дух дышит, где хочет. Дышит, это веет, влияет. Где хочет, и написано, и голос его слышишь. Ну, представьте, сидит человек, я к нему прихожу, и он слышит внутри себя мой голос. Возможно, он не услышит прямо вот эти слова, приди в себя. Ну, про блудного сына написано, что он вдруг пришел в себя и подумал, что я делаю. Ну, мне прямо рисуется, как вот я бы пришел к этому блудному сыну и говорил, что ты делаешь? У твоего отца там еды завались, слуги жрут в три горла. Чего ты сидишь тут? Давай к отцу, брось эту гордыню. И он такой, знаешь, приходит от этих слов в себя и такой думает, да реально что? Что с ним происходит в этот момент? Вы думаете, он осознает, что он слышит чей-то голос? Нет. В этот момент он это выдает за свои мысли. Точно так, как и ты, многие мысли, которые к тебе приходят, ты понятия вообще не представляешь, что это Дух Святой тебе их дает. Потому что вы привыкли, друзья, что все, что делает Святой Дух, обычно сопровождается какой-то эйфорией. Но то, что он постоянно озаряет ваш разум, направляя на путь, постоянно дает свет вашим мозгам, что у вас появляется мысль даже просто обычных вещей. Вам, например, там пришла какая-то мысль, ну например, даже какая-то простая, знаете, вот гигиены касается. У кого-то с этим может быть проблема, там почистить зубы с утра или нет. И вдруг ты делаешь выбор в сторону того, чтобы почистить их, ну быть чистым, свежее дыхание. Ты в этот момент, может, даже не понимаешь, что это Дух Святой тебе сделал. Реально, ты думаешь, ну это я просто решил все-таки не ходить с нечищенными зубами. А это Дух Святой сделал. И ты будешь удивлен, друг мой, когда ты вот реально прозришь к этим вещам, что вот это истина, что желание и действие в тебе Бог производит. И тебе кажется иногда, что это ты захотел, а это не ты захотел. Вообще, как, знаете, апостол Павел там где-то говорил, что во мне вообще доброго ничего нет. А если что-то есть доброе, то это благодать производит. Вот, правильная позиция. Поэтому, вот мы начали как бы со второго, что ты можешь производить действия. Ты можешь подойти к человеку, как говорится, дышать там, где ты хочешь, то есть веять, влиять там, где ты хочешь. И что-то ему говорить. И он будет слышать это как свои мысли. Меня в этих моментах всегда спрашивают, не колдовство ли это? Типа, что ты ему там навязываешь? Друзья, скажу так, это может быть колдовством, может быть, если ты туда протаскиваешь какие-то низменные вещи. Как определить, вещи низменные или нет? Я тебе скажу, не спеши человеку, если ты это делаешь. Вот то, что я вам сейчас говорю, знаете, это тебя или поднимет, или убьет. Потому что, если ты начнешь баловаться с этим, ты можешь просто реально зайти очень далеко. Поэтому, я советую использовать эти вещи, прежде всего, с конкретными, ясными, без всяких, ну вот знаете, чтобы не было даже сомнений, что это евангельское влияние. Что это означает? Ты можешь это делать для исцеления, для того, чтобы вот реально как возвращать к отцу. Приди к отцу, возвращайся, отец ждет тебя, отец любит тебя. И человек выходит из своего там греховного состояния и возвращается. И вот такие вещи, то есть, точно, которые не вызывают сомнений. Но приходить к человеку и говорить, что ты должен оставить свою жену и жениться на мне, вот это называется сумасшествие. Ты просто больной человек, если ты собираешься это делать. И даже если человек там, ну грубо там, не женат, и ты идешь к нему с целью сказать, я твоя жена, обрати на меня. Это приворот. Это самый настоящий приворот. Кто-то может еще более такой коварный вопрос сказать. А если мне Господь открыл, что он мой муж, а он что-то не соображает, и я иду ему сказать волю Божью. Это манипуляция. Если тебе Господь открыл, то поверь, что там все свершится без твоих вот этих штучек. Найдется кому в ухо ему сказать. Вот мой пример. Представьте, что отец мне сказал, когда я собирался жениться на Оле, точнее еще не собирался, и я услышал голос. Он мне сказал, если ты не откроешь глаза, она достанется кому-то другому. Ну поверьте, что я прозрел моментально. Ну вот, и поверьте, что все свершилось. Никто мне ничего в ухо больше не говорил. Все дальше у меня было взаимодействие только с отцом. И с твоим возлюбленным может случиться точно так же, если только ты себе ничего не придумала. Ну вот это пример. Друзья, присутствие и наблюдение. Все то же самое, только без действий. Потому что не все посещения людей в духе или мест каких-то, или обстоятельств, они не все требуют какого-то действия. Но самое главное, и в том, и в другом случае, услышьте меня, то, что объединяет оба этих правила. «Стези твои источают туг». Там, где ты появляешься, ты всегда должен помнить, что ты помазание от помазания. Да, ты в этот момент, как ветер, переместился. Я такие вещи говорю, кто-то думает, это вообще как фэнтези какое-то. «Послушай, ну если тебе ничего не мешает представлять себя или видеть себя древом жизни, порталом, помазанием, то есть я сегодня даю тебе ключ к перемещению. Это видеть себя ветром, дыханием. И это то, что позволит тебе перемещаться. Сейчас мы будем говорить, как это делается. Я сейчас пока показываю цели. Точно так же, когда мы знаем, что наш голос слышит. Вы знаете, что голос Духа – это также дыхание. Например, говорится, что Дух Святой, Он ходатайствует воздыханиями и неизреченными. Само твое появление, оно производит на человека влияние. Иногда там не надо ничего говорить даже. Иногда твое присутствие могут почувствовать, что это означает. Тебя увидят во сне. Тебя вспомнят. Знаешь, вот ты пришел туда, и в этот момент человек ощущает твое присутствие. Это удивительнейшая штука. Иногда могут настолько ощутить твое присутствие, что ты приснишься, если это ночью, например. Или вдруг человек о тебе подумает. И мысли о тебе будут сопровождаться чем-то хорошим. Вот это называется стези источают Дух. Это называется влиять. Вообще появляться в тех или иных местах очень полезно. Потому что, друзья, сказать вам кое-что. Твое появление в каких-то местах – это присутствие Божье в том месте, проявленное, которое ты на себе несешь, как небесный животворящий Дух. Вы понимаете, что то, что я сейчас говорю, это вообще, это за гранью вообще всякого богословия традиционного, за гранью всех учений и динаминаций. Я вас учу быть небесными существами. Небесными от небесного. И, друзья, за этим будущее. Еще немного, два-три года об этом будут говорить повсеместно. Но вы счастливчики, потому что вы первые будете. Наверное. Может, для вас это уже как вчерашний завтрак. Я не знаю, что вы тогда тут делаете. Ну, смысл в чем, друзья? Подытоживаем первую часть нашего урока. Это то, что для того, чтобы перемещаться Духом, нужно понимать, что ты Дух. Первое. Смешно звучит, да? Что ты Ветер. И иногда тебе нужно даже это прочувствовать. Вот как ты чувствуешь, поднимая руки, поток. Тебе надо иногда просто взять и сказать, я Дух. Я дышу где хочу. Вот давай сейчас попробуем. Закрой свои глаза просто. Сядь как-то поудобнее, чтобы тело твое не было в напряжении. И скажи, я Дух. Я ветер. Я дыхание. Еще раз это вдумчиво скажи. И я хочу, чтобы ты сейчас почувствовал, как твое тело, оно как будто бы теряет вес. Ну, не вес в смысле массу, а как легкость приходит. Ты дуновение. Пусть у тебя сейчас даже будет такое состояние, как будто ты начинаешь подниматься, левитировать. Кстати, вот это отвечает за левитацию. Левитация — это тоже тебе надо понимать, что ты Дух, и ты легче воздуха. Вы здесь такому научитесь, друзья, что понимаете? Вы слышите? Скажи еще раз. Я Дух. Я дыхание. Я легкий. Я могу дышать, где хочу. Я могу влиять, где хочу. Я могу переместиться, куда захочу. Халлилуйя. Ну, поделитесь потом, что вы переживали в эти моменты. И вот, друзья, если ты будешь это делать, я не говорю, что на это надо много времени. Тебе просто надо включаться сразу. Вот если ты хочешь даже на кого-то повлиять, за кого-то ходатайствовать, тебе надо первое, прежде чем нестись мыслями туда, чтобы это было эффективно, чтобы это было влиятельно, чтобы это было не просто идея, а ощущение, состояние. Тебе надо конкретно обновить память. Я Дух. Я могу расправить крылья, как орел. Помните, там написано, что расправят крылья, как орлы. Чего? То есть парить, летать. Итак, вы это поняли. Смотрите, как происходит перемещение Духа. Я вижу в Писании, на примере Иезекииля, который написано, что он увидел такие вещи. В восьмой главе, почитайте, это вообще все о духовной разведке, о перемещении в духе, это просто сокровищница глава. Там написано, что он увидел видение, как будто некто подобный сыну человеческому, такому огненному, да, там, как бы взял его за волосы, взял как бы за волосы, ну, грубо там, положил на него руку, взял его за мозги, мозги, знаете, что такое за волосы, это за мозги, он его взял вот так за голову. И написано, что поднял его между небом и землей. И там есть такое выражение, я сейчас не буду его зачитывать, но вы почитайте, Иезекииля, по-моему, восьмая глава. Он описывает, вот говорит такое выражение, «И перенес меня в видениях Господних туда-то и туда-то», вообще там, в город. Вот, представляете? То есть, его перемещение духом, оно происходило в видениях. Вот когда меня спрашивают, так это было видение или перемещение? Друзья, перемещение духом, оно и происходит внутри видения. Ты начинаешь видеть, просто люди ждут, что перемещение духом – это выход из тела. Нет. Ты попадаешь как бы внутрь картины, и ты, понимаете, вот я сейчас говорю, я это вижу. Вот Иезекииля, он конкретно говорит, «Он перенес меня в видениях». Но если вы почитаете дальше, прямо вот в этом состоянии его водили, там говорили, «Подкопай здесь стену, прокопайся сюда, зайди сюда, а вот повернись сюда, посмотри». И Иезекииль говорит это, называет одновременно вот эти вещи двумя терминами – перенесением и введением. Понимаете? То есть, вот это перемещение и введение, пусть вас это не смущает, то, что ты говоришь, так может это я там в своей голове что-то, друг мой. Вот закон почитания, он позволяет тебе конкретно видеть это таким образом, что ты созерцаешь, зачем начинаешь наблюдать, ты там оказываешься. И можно об этом много спорить, но я просто приведу несколько моментов, как я это вижу и как у меня это происходит. Давайте за присутствие сначала. Вот как присутствовать в каком-то месте? Я задаю тебе вопрос. Каким образом ты оказываешься в присутствии Божьем? Вот Божьем. Ощутимо. Первое, что ты начинаешь думать, ну я так думаю, что Бог, Он присутствует везде. Сначала абстрактная мысль. Он везде, поэтому мне нужно сейчас просто осознать, что Он здесь. И что с тобой дальше начинает происходить? Вдруг ты начинаешь это чувствовать. Ты понимаешь, что ты как дух захотел дышать в присутствии Божьем и ты начинаешь ощущать, что симптомы Божьего присутствия прямо здесь. Понимаешь? То есть ты начинаешь присутствовать. Присутствовать. Потом ты начинаешь, мало того, что ты присутствуешь, ты начинаешь наблюдать. В Божьем присутствии, кто знает, тот знает, что ты начинаешь, можешь видеть видения, ты можешь видеть ангелов, можешь видеть там какие-то вещи небесные. Почему? Потому что все началось с того, что ты поискал Божьего присутствия и задышал, ну где захотел. То есть у тебя это не вызывает обычно уже удивление, если ты духовный человек, оказаться в Божьем присутствии. Это нормально. Ты просто подумал об этом, ты начал осознавать, и вот ты уже в нем. Есть разные состояния. Мы еще поговорим, вот когда будем за телесное перемещение говорить, что Петр, например, представьте, он думал, что спит, когда шел физически. Он думал, что спит. То есть вот есть состояние вот эти. Мы еще тоже будем говорить за пограничное состояние, когда Бог, он там в этих состояниях какие-то вещи с тобой производит, видение дает. То есть я о чем говорю, друзья? Закон почитания. Вот смотрите еще. Иисус говорит, что видеть и переживать симптомы происходящего, это участвовать. Все любят этот пример, когда смотрят на женщину с вожделением, да, он говорит, прелюбодействует в сердце своем. Что это означает? Человек начинает видеть невидимое. Что он видит невидимое? Вот женщина, она может быть и одета там, и как хочешь. Он начинает видеть, вы понимаете, что он начинает видеть. Он начинает созерцать, он начинает крутить в своей голове. И что Иисус говорит? Он говорит, он это делает. Он это делает. Все. Где делает? В духе делает. Внутри себя делает. В сердце. С сердцем. И он говорит, что, смотрите, он говорит, что этот человек участвует. Давайте теперь возьмем обратно. Ты когда начинаешь созерцать невидимое, например, там престол Божий, какие-то духовные образы, которые ты можешь взять спокойно из Писания, даже, ты начинаешь переживать симптомы того, что ты там находишься. Иисус говорит, ты и находишься, ты и участвуешь конкретно. То есть, ты дышишь там, где хочешь. Если ты из этого, вот я показываю эти шаги перемещения, сначала ты всматриваешься, как мы говорили, возводишь очи на что-то, у тебя начинает работать грудное зрение. Я сейчас такую анатомию провожу, лично мне она уже не надо, я знаю, как это делается. Специально для вас, друзья. ты смотришь, потом ты входишь в созерцание, это означает, что ты видишь, ну, или то, что хочешь видеть. Ты говоришь, вот, например, если касается, там, какого-то человека, ты называешь его имя просто, и он встает перед твоими глазами. Ты скажешь, так это же воображение. Мой друг, не спеши с выводами, я тебе говорю, ты называешь его, и у тебя начинают возникать по отношению к нему чувства, как к этому человеку. Ну, давай какой-то пример, там, ты молишься за своего ребенка, за мужа, там, еще за кого-то. Ты молишься для чего-то, у тебя есть определенный порыв, да, определенные чувства, и ты начинаешь дышать возле этого человека в молитве. Ты конкретно приходишь к нему в молитве. Мы еще часто говорим, я прихожу, я возлагаю на него руки, там, это вообще нормальная тема. Я советую, прежде чем возлагать руки или что-то делать с этим человеком, научитесь наблюдать вообще, что происходит. Если вы научитесь видеть этого человека в духе, вот как Павел говорит, видя ваше устройство, это вообще революция. И представьте, что Иисус, он говорит такие вещи, что когда ты делай, ну, вот он там за грех говорил, но это же касается и нормальных вещей. Ты вот, как я привел пример, как ты оказываешься в Божьем присутствии, как ты что-то получаешь из Божьего присутствия, как ты переживаешь симптомы того, что там происходит. Ты просто начинаешь об этом думать, потихонечку приходишь к созерцанию и если, внимание, третий шаг, если ты из этого созерцания не выпрыгиваешь, потому что я знаю, что бывает так, что ты только начинаешь созерцать, типа, о, все увидел, нормально. Побудь в нем, не спеши. Знаешь как, поприсматривайся, потому что все происходит через рассматривание, через наблюдение. И вот ты что-то увидел или ты рассматриваешь конкретного человека, порассматривай, послушай, что внутри тебя происходит. Возможно, ты начнешь слышать, его же дух тоже дышит, он там в своем дышит, ты начнешь слышать его мысли. Ну, написано, что Иисус духом своим узнал мысли их. То есть, что он сделал? Знаете, вот я скажу, что он сделал. Стоял Иисус, стоял фарисей. Иисус написано духом своим, что подышал там в его голове, все услышал. Почему? Потому что фарисейский дух, он тоже дышит о чем-то. Ну, он транслирует какие-то мысли, какую-то информацию. И вот Иисус, он просто, сидя на месте, он раз и подышал там возле него. Я специально таким языком говорю. То же самое и вы. Вы поприслушивайтесь, посмотрите, что происходит. Понюхайте атмосферу, которая вокруг этого человека. Допустим, если он в квартире. Я почему сейчас, может быть, это получается так немножко в наброс, потому что ситуация вагон. Я не могу перечислить и узнать все ваши ситуации, где вам нужно подышать, где вам нужно повлиять. Но вы улавливаете суть, что вы приходите либо в небесное место, каким образом? Так, как в присутствии Божьей. Вы начинаете об этом думать и вы начинаете это ощущать. Вот думать, созерцать, ощущать. Вот три ступени. Ощущать симптомы своего пребывания в каком-то месте. И уже только четвертое, там действовать. Когда вы уже поняли вот по симптомам, что вы там, по духовным симптомам, вы что-то понимаете. У вас возникает понимание, что с человеком. Может даже в этот момент сработают какие-то дары, там, слово знания, что там, что там, как там. И вы начинаете что-то высвобождать. Здравое. Смотрите еще, друзья. Чуть-чуть скажу за это перемещение. Если вот еще какой образ могу дать. Мне он в свое время помог. Есть принцип такой. Сначала ты что-то поглощаешь, потом тебя это поглощает. Это так действует, вот как мы говорили, обличение. Ты поглощаешь и в это одеваешься. С перемещением похожая штука. Вы начинаете смотреть в эту ситуацию, смотреть туда, начинаете это принимать, и вы потихонечку там оказываетесь, одеваетесь в ту обстановку. Понимаете аналогию? Вот ты поглощаешь, когда тебе нужно состояние, ты поглощаешь что-то, и это тобой потом овладевает, тебя это охватывает. Там кушаешь любовь, одеваешься в любовь. Кушаешь радость, одеваешься в радость. То же самое здесь. Ты начинаешь думать, впускать в себя мысли о чем-то, и потом ты там оказываешься. Ну иными словами, вот этот принцип, за который Иисус говорит, что ты там начинаешь поглощать какие-то блудные вещи, в итоге ты охвачен. И вы знаете, друзья, что человек, который физически начинает быть охвачен блудом, одержимый, он даже на людей влияет. Где-то появляется, атмосфера меняется, некоторые люди вступают с ним в какие-то греховные отношения, сами не понимая, что делают вообще. С точностью да наоборот в замечательных вещах. То есть ты когда облегся в дух, ты там владычествуешь, любовь являешь, то есть влияешь на людей. И это здорово. Точно так можно облечься, если так можно сказать, облечься в какое-то место. Ты начинаешь это место в себя впускать, что это значит. Ты не наполняешься этим местом, но ты думаешь, у тебя мысли об этом месте, об этом человеке начинают приводить тебя в то место, одевать тебя в то место. Очень трудно описать духовные вещи, друзья. Возможно, если бы я книгу писал, я бы там формулировал, сидел бы, слова подбирал. Я надеюсь, вы меня понимаете. Если нет, помазание будет вас учить. То есть ты одеваешься в это место. Итак, друзья, то есть поглощая что-то, ты будешь поглощен. Думая о чем-то, ты окажешься там. Переживая симптомы своего там нахождения, ощущений, ты можешь потом производить что-то там. Почему важно сначала ощутить, что ты там находишься. Забегая вперед, друзья, я скажу, что если эти ощущения будут расти и тебя поглощать, ты в один момент можешь там физически оказаться. Прямо реально. Но об этом я сейчас не буду говорить. Таким образом, друзья, ну мы, смотрите, на нескольких образах мы рассмотрели, что является перемещением. Да, что является духовным перемещением. Вы запомнили, вам надо понять, что ты дух, ты ветер, ты можешь дышать, говорить, и это твоя прерогатива, твоя привилегия, потому что ты рожден свыше, ты небесный дух. Значит, мы определили, что видеть, это присутствовать. Об этом говорит Павел, видя ваше устройство, присутствуя духом. То есть, видеть, это присутствовать духом. Присутствовать духом, это видеть. Мы говорили, что Езекииль говорит в видениях, я был перенесен, перенесен, но это он видел и внутри видения он перемещался. Запомните, вот это правило, видеть, это присутствовать, наблюдать. Это очень крутое откровение, друзья. И здесь важен закон почитания, вот как мы говорили, все базируется на нем. Когда ты видишь, можешь с уверенностью почитать себя там присутствующим. И когда ты будешь это делать реальным образом, вы знаете, можно видеть, но не почитать себя присутствующим. И тогда вряд ли ты будешь ощущать симптомы. Все равно будешь чуть-чуть, но уже, например, веры на то, чтобы там что-то делать, производить, у тебя точно не будет. Поэтому дух дышит где хочет, где это о месте. То есть, тебе надо именно почитать, когда ты видишь, почитать себя там присутствующим. И так и будет все с тобой происходить. Как с Божьим присутствием, как ты говоришь о себе, что ты в небесных местах, что ты портал, и начинаешь чувствовать точно так с перемещением. Я думаю, это понятно. Что можно делать, как я уже говорил, можно говорить слова, можно дуть на человека, как вот по аналогии Иисус говорит, примите Духа Святого, дунул. Ты можешь высвобождать дыхание жизни, ты можешь оставлять помазание, как дух. И это круто. Мы говорили за поглощение, то есть, вот следующий образ, это как одеть себя в эту ситуацию, одеть себя в это место. Все начинается с внутренней мысли, да, там, внутренние мысли, а заканчивается тем, что ты начинаешь быть охватываемым этой обстановкой, в которую ты перемещаешься. С этим ясно. Ну, вообще все просто, друзья. И хочу вам привести две цитаты Давида, каким образом они помогут вам понять перемещение. Смотрите, он говорит, к тебе, Господь, я душу возношу. То есть, если предположить, например, что Давид это душа, то значит, у него две души. Я душа возношу к тебе душу мою. Нет. В этот момент, представляете, Давид, он говорит о себе, как о духе. Говорит, и к тебе я душу мою возношу. То есть, дух в состоянии взять душу, что это означает? Душа, сознание, воля, интеллект, эмоции, все вот эти вещи, и вознести к Богу. Конкретно, говорит, к тебе возношу. Возношу, это вот он и берет и дышит, где хочет. Это о перемещении, друзья. И кто-то может говорить, что это образно, ну так оно образно и есть. Когда люди говорят, я там сердцем с тобою, они что говорят? Что я настолько мыслями с тобою, что я даже чувствую это. То есть, это даже не просто какой-то феномен, это заложено в человеке, мы так устроены. И если твое отличие с мирскими людьми, которые об этом говорят, что они об этом говорят, но они это не практикуют, они просто думают, чуть-чуть что-то переживают и все. Но никто из них сознательно не хочет сделать так, как я сегодня вас учу. А ты можешь сделать это сознательно. Вот Давид говорит, к тебе я возношу мою душу, я так хочу. Я беру свою душу и сознательно перемещаю к тебе. Аллилуйя. Дальше, еще одна фраза, она меня цепляет на эту тему. Вообще, друзья, если вы хотите что-то видеть о перемещении духа, вы просто вооружитесь этой мыслью. Хочу перемещаться духом. И вы в Библии будете видеть все о перемещении духом. И это секрет любого откровения. Говорите, я, например, дух животворящий. И ты будешь в Библии видеть все о том, что ты дух животворящий. Вот это так устроена Божья реальность. Вторая его фраза, он говорит, восторгаюсь к Богу живому. Что такое восторгаюсь? Восторгаюсь к Богу живому. То есть он, опять речь идет о том, что, ну, подниматься ввысь, вместе с эмоциями, ну, восторг это подъем. Вау, восторгаюсь к Богу живому. То есть это примерно то же самое, что к тебе я душу мою возношу. Через состояние восторга оказываюсь рядом с тобой. Еще раз, через состояние восторга оказываюсь рядом с тобой. Понимаете? Это очень круто, дорогие друзья. Вот эти я вам вещи привел. То есть ты думаешь, начинаешь созерцать, начинаешь почитать, что ты находишься. Раз ты это видишь, значит, ты там находишься. Начинаешь переживать симптомы нахождения там. И когда ты начинаешь переживать симптомы нахождения там, главное, включай чуйку, внимание, будешь слышать, что там человек думает, какая там обстановка, что там происходит. А потом сверяй с видимой действительностью. И ты удивишься, что сначала, может быть, у тебя будет совпадать какой-то процент. Потом начнутся очень точные вещи. Елисей, он доходил в этих перемещениях, знаете, он в спальне царя вражеской армии слышал, что там происходит. То есть ходил на эту духовную разведку. Езекииль тоже это переживал. И много чего. Езекииль это вообще, ну там, это улетный пророк, вообще, если почитаете, там, знаете, он не просто голосом был, а он имел этот опыт духовных перемещений, видений сумасшедших, там вообще. И по аналогии с Божьим присутствием. Когда тебе нужно Божье присутствие, ты начинаешь думать, начинаешь созерцать, начинаешь ощущать симптомы его присутствия, наполняться какими-то моментами, связанные с его присутствием, вкушать что-то и безгранично начинать видеть ангелов, духовный мир невидимый и так далее. С людьми то же самое. Ты просто начинаешь хотеть быть рядом, начинаешь созерцать, начинаешь наблюдать, что-то переживать, может быть, немножко гадательно, там, как сквозь тусклое стекло, видеть, что человек делает, вот, потому что никаких ограничений нет, это привилегия рожденных свыше. Ну, я думаю, это все понятно, друзья. Переслушайте еще несколько раз, может быть, разбейте на части, советую записать конспект, потому что тема огроменная. Я сейчас просто накидал-накидал вам то, что вам вот как азы такие, знаете. Самое главное, что вы можете понимать, что видение и перемещение духа это очень-очень-очень связанные вещи. Практически это одно. Через закон почитания. Поэтому приходите ко мне в гости в духе, посещайте меня, можете молиться за меня и так далее, и я к вам буду приходить. Еще раз говорю, что это может сопровождаться там сном, ощущение. Я читал где-то, что про Краудера так писали, Джона Краудера, что люди прямо в собрании ощутили дух Краудера и даже кто-то его там увидел где-то. Прямо вот так вот. Таким образом бывает, бывает, что можно различить присутствие конкретного человека. Я знаю, что сатанисты, оккультисты, они все пользуются этим. Они приходят, они что-то могут влиять, там пытаться, по крайней мере. Вот для чего нам нужно понимать, что мы в окружении ангелов, что нам ничто не вредит. Потому что сразу возникает мысль, что если я могу приходить, так и ко мне же могут приходить. Могут. Вы знаете, что многие люди приходят в духе даже неосознанно, горячо молясь за какого-то человека, они его видят, даже не желая. То есть, они не говорят, так, сейчас я его увижу. Но вдруг начинают видеть, вдруг начинают чувствовать. Одна сестра подошла недавно и говорит, я бы так хотел, чтобы муж вернулся. Шесть лет мы вместе не живем, там все. Я ей говорю, вам надо подходить просто в духе и обнимать вашего мужа. И знаете, что будет происходить? Он будет потихонечку, его сердце будет оттаивать, он будет чувствовать теплые мысли к вам, любовь какую-то. То есть, он будет чувствовать ваше слияние духовное. И это работает лучше, чем всякие вот эти вот пробивоны, там Господь, пусть он склонится перед тобой, там, знаешь, пусть он там это и это. Да не надо, приходи, обнимай в духе человека, высвобождай любовь. Стези источают туг, помазание любви, помазание позитива, радости. Это все работает. Вот то, что я вам сегодня рассказываю, друзья, представляете, какое-то оружие вообще мощное, что ты можешь делать многие вещи, не просто, знаешь, как, Господи, я тебе молюсь, ты с ним что-нибудь сделай. Отец тебе говорит, слушай, рожденный свыше, это как пойти обнять, как пойти благословить, пойти что-то передать. Ведь, знаете, духовный мир, он так, как сатана может вложить мысль, как он ее вкладывает. Он приходит, бесы вкладывает. Ну, что ты веришь, что сатана может это сделать, а ты не можешь это сделать? Ты можешь это сделать. О, это только Святой Дух может. ты и есть Святой Дух. Ты с Господом одно. И он тебя, если берет участвовать в таких вещах, он тебе показывает вот из этого урока, что ты можешь это делать. Делай это. Делай это. Ходи на эту духовную разведку, устраивай свои обстоятельства, дыши где хочешь, приходи к своим родным, благословляя их. Не просто уже теперь молись, в небеса стучи, а приходи к ним, не надо, небеса это ты, пришел туда, повлиял и все. Вот что такое перемещение. Точно так тренируйся узнавать что-то, как я говорю, духовная разведка. Зашел туда, вот тренируйся почувствовать, что там. Подскажу чуть-чуть. Вот, например, ты, когда приходишь в какой-то, вот давай такой пример, ты вышел с отпуска, месяц тебя не было на работе. Ты приходишь на рабочее место, в офис, например, или на завод, и ты вот заметишь, что ты даже как бы принюхиваешься, что тут изменилось без тебя. Ты начинаешь, у тебя особое какое-то внимание. И ты иногда даже атмосферу улавливаешь, не парясь никакими духовными вещами, ты вдруг чувствуешь, что что-то не то, или наоборот, как-то лучше стало, прямо так светлее. Что это? Это твой дух дышит, он нюхает. Потому что дух написано, мы еще и благоуханим, мы еще и пахнем, не только нюхаем. Друзья, это абсолютно практически реальные вещи. Этим надо жить, этим надо балдеть, наслаждаться. Представляешь, пришел там втихаря, мужа понюхал, что там, что там как, как он дышит. Смотришь, а он унылый сидит. Ты его обнял там, обняла, погладила в духе. Смотришь, приходит добрый домой, не злой, как собака. Вот делайте это, друзья, вы не представляете какое-то благословение, что мы, рожденные свыше люди, мы можем дышать, где хотим. Мы духи. А, конечно, если твой дух, это просто сгусток внутри тебя, который ты носишь, и стянаешь, ну, это ничего не будет. Почувствуй себя ветром, почувствуй себя, знаешь, как субстанцией, которая может на расстояние переноситься, влиять, говорить. И это очень круто. Я молюсь за тебя сейчас. Отец, я благодарю тебя, что каждый из моих друзей, кто слушает этот урок, реально подобен тебе, может возносить свою душу, может перемещаться, может проникать через расстояние, говорить что-то, влиять на людей, влиять, возможно, на целые группы людей. Отец, я благодарю тебя, что каждый из них может ходить в эту духовную разведку, видеть невидимое, видеть, что будет дальше. Я благодарю тебя, Отец, я благодарю тебя. Я прошу сейчас, чтобы твое течение дало эти ощущения людям, каждому человеку, ощущения сверхъестественных способностей, как духа, трансформироваться, преображаться в какие-то особенные, особенные такие субстанции. Отец, я благодарю тебя за то, что ты открываешь это сынам в последнее время, чего не знали миллионы людей. Я благодарю тебя, что ты открываешь способности духа. Я благодарю тебя за то, что ты открываешь эти способности преображаться, как ты это делаешь. Проявляться в разных ипостасях духовных. я благодарю, благодарю тебя. Отец, я от всего сердца, из глубины своего существа, я взываю к тебе, Отец, чтобы каждому человеку открылось это. Земля будет преображена, земля будет приготовлена, Отец, к явлению масштабному сына твоего. Вау! Когда сыны поймут, кто они, когда сыны получат откровения, когда сыны прозрят к этим вещам духовным, зрелым, которые давно пора освоить, которые мы читаем в твоем слове, Давид говорит, я пролился. Ты делаешь служителями огонь пламенеющий, то есть ты показываешь нам, что мы, как духи небесные, можем выступать в разных ипостасях, огонь, вода, масло. Спасибо тебе, Отец, спасибо тебе. Пусть образ ветра, дыхание, он прочно укоренится во внутренности каждого рожденного слыша. Мой друг, скажи сейчас со мной, я дух, я дышу, где хочу, и голос мой слышен, даже тем, кто не знает, откуда это приходит и куда уходит. Вау! Скажи еще раз, я дух, я дышу, где хочу, я перемещаюсь, куда хочу, мой голос слышен, тем, кому я хочу говорить, даже если они не знают, откуда я прихожу и куда ухожу, потому что я рожденный свыше, я небесный, дух от духа, помазание от помазания, дыхание от дыхания. Спасибо, отец. Друзья, этот урок вы можете слушать и раз, и два, и три, там лучше всего законспектируйте, я советую вам, и читайте, вникайте, а главное, практикуйте. Я вас люблю, до новых встреч. Следующий наш урок будет о перемещении и телесном, о восхищении. Субтитры подогнал «Симон» Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия охватила весь континент и всю Землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом в своем финансе. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и запомнить анкету спонсоры, исходя из своих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за этот план. Небесная цивилизация — это семья и команда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова